Всем карантинщикам привет, на связи МК. Я слегка приболел, кашель, температура... Так что извините за голос. Курс доллара многим из нас подпортил планы. Железо в магазинах подорожало на 10-20%. Ну что ж, придётся затянуть пояса. В этом видео мы расскажем, как в текущей ситуации собрать крепкий базовый игровой ПК, который вполне можно будет в будущем легко апгрейдить. Если у вас уже стоит старичок и вы не хотите собирать компьютер с нуля, в описании ссылка на наш прошлый ролик про антикризисный апгрейд. Отдавать сейчас 100 тысяч рублей за топовое игровое железо может далеко не каждый. С другой стороны, брать Xeon, Huanan, Sali или поддержанное железо также желающих не очень много. Поэтому мы решили подобрать для вас пару сборок на Intel и AMD в диапазоне 30-35 тысяч. Это не самая большая сумма, и при этом за такие деньги действительно можно собрать ПК, который справится с большинством игр в Full HD далеко не на самых низких настройках, ну и для работы будет отличным решением. Поехали! Да, времена двухъядерного гиперпня прошли безвозвратно. Такой процессор будет жёстко тубить в большинстве современных тяжёлых игр, хотя для фанатов Dota 2 или Танков он до сих пор актуален. Но мы будем ориентироваться на ААА проекты, так что ниже 4 ядер падать уже никак нельзя. Раньше в сборку за 30 тысяч вполне влезал шестиядерный Ryzen 5 1600. После того, как рубль укрепился на 75, этот CPU стал стоить больше 8 тысяч рублей, что для нас дороговато. Но если вы согласны слегка увеличить бюджет, то стоит взять этот CPU и обязательно с маркировкой AF. Это хороший задел на пару лет вперёд. Но если всё же ваш потолок 35 тысяч, то можно посмотреть на решения от Intel, которые вновь стали выгодными. Так, за четырёхъядерный Core i3-9100F просят чуть больше 6 тысяч рублей за бокс-версию с кулером в комплекте. Да, этот процессор имеет только 4 ядра и 4 потока. Да, у него частота лишь 3,6 ГГц и нет возможности разгона, но при этом всём он достаточно холоден, поэтому стокового кулера будет достаточно, и к тому же в играх по среднему FPS он приближается к тому самому шестиядерному Ryzen 5 1600, который стоит дороже. Конечно, нужно понимать, что запаса на будущее у этого процессора минимум, но зато сокет LGA1 с 51 второй версии позволяет проапгрейдить его вплоть до Core i9-9900K. А что насчёт AMD? Как я уже сказал, всего пару месяцев назад наш бюджет влез бы Ryzen 5 1600, но сейчас он стоит больше 8 тысяч. Есть переходной четырёхъядерный восьмипоточный Ryzen 5 1400, однако это достаточно редкий звери и стоимость на него вообще неадекватная, сейчас за него просят 7-8 тысяч. Поэтому опять же опускаемся до четырёхъядер и четырёх потоков, примерно за 4500 можно взять бокс-версию Ryzen 3 1200. Процессор плох тем, что его нужно разгонять, и разгонять хорошо. На родной частоте в 3.4 ГГц из-за низкой производительности наядрового архитектуры Zen он существенно хуже выше указанного Core i3. И даже на частоте в 3.8 ГГц, которую можно получить с недорогим боксовым кулером, он всё ещё в играх выступает хуже решения от Intel. Но зато стоит дешевле, да и в будущем вариантов апгрейда больше, поэтому сборка на AMD будет базироваться именно на нём. В случае с такими недорогими и негорячими процессорами можно сильно сэкономить на плате. Вот прям настолько, что можно взять всякий BioStar на чипсетах H310 или A320. Однако мы не рекомендуем этого делать, потому что в таком случае вы как минимум лишаетесь разгона для Ryzen, а как максимум в будущем такая плата пожелает удачи вашему апгрейду. Причём с учётом того, что зачастую разница в цене между материнскими платами уровня полный хлам и ничего так, составляет меньше 1000 рублей, поэтому экономить на плате точно не стоит. Итак, что же нам предлагают для Core i3? Например, MSI B365M Pro VDH. Четыре слота под ОЗУ, шесть фаз питания, CPU, металлизированный слот под видеокарту и есть разъём под M.2 SSD. И всё это за 5500 рублей. Такая плата без проблем в будущем потянет какой-нибудь Core i7-9700F, который без возможности разгона особым жором не отличается. Конечно, разгона ОЗУ нет, но эту печаль пережить можно. Берут же люди MacBook на Core i9 с DDR4-2400 и ничего не жалуются. Что касается Ryzen 3, то можно обратить внимание на срок B450M Pro 4F. Она стоит уже почти 6000, зато имеет 9 нечестных фаз питания с радиаторами, а также 4 слота под ОЗУ и уже 2 разъёма M.2 для установки SSD. В будущем такая плата вполне справится с восьмиядерным Ryzen 7 3700X, если особо не баловаться с разгоном. Хотя сами Ryzen 3000 скорее всего не дадут вам такой возможности. AMD выбрали почти весь частотный потенциал уже на заводе. Теперь про накопитель. Можно взять или SSD на 240-256 ГБ, или жёсткий диск на терабайт. С одной стороны, на жёсткий диск влезет с десяток тяжёлых игр и ещё под софт место останется. С другой, с таким накопителем Windows 10 будет работать на 4-ядерном Core i3, как будто её на Pentium 4 запустили. Поэтому лучше взять SSD, а уже потом докупить HDD или же поставить его из старого ПК. Да, на пару сотен ГБ особо не развернёшься, но несколько игр и нужный вам софт влезут. Но что самое главное, и игры, и система будут грузиться очень шустро. И вы даже и не успеете сбегать на кухню за вкусняшками. Конечно, брать для такой сборки топовый Samsung смысла нет. Стоит остановиться на более доступном SSD WD Green на 240 ГБ. И если не напрягать его постоянной загрузкой торрентов, он будет радовать вас не один год. К слову, Western Digital выпускает и скоростные NVMe накопители. У меня самого такой стоит. Если вам нужна максимальная скорость по доступной цене, M.2 WD Blue будет отличным выбором. Он в 4 раза быстрее SATA SSD. Скорости чтения 2400 Мбайт в секунду и записи 1750 Мбайт в секунду для SSD на 500 Гбайт. И на него дают аж 5-летнюю гарантию. Конечно, в сборку за 30К такой не влезет, но если ваш бюджет выше или, например, для прокачки ноутбука, NVMe накопители WD Blue отличное решение. Разницу вы почувствуете сразу после запуска операционной системы. Такой SSD подойдет и геймерам, и профессионалам. Так что без сомнений рекомендую к покупке. Ссылки на информацию и цены на SSD WD Blue я оставлю в описании. Теперь про оперативку. На дворе я 2020-й, так что ставим сразу 8 Гбайт двумя планками по 4 Гб. Этого объема действительно хватит для подавляющего большинства игр, если не выкручивать настройки на ультра. Хотя вам, скорее всего, видеокарта этого сделать не позволит. Ну и да, перед игрой придется закрывать всякие хромы и фотошоп, которые очень любят потреблять ОЗУ гигабайтами. Собственно, по этой же причине мы рекомендуем материнки с 4 слотами. Вы сможете в будущем в оставшиеся 2 слота поставить еще 8 Гбайт и суммарно получить 16. А разумеется, брать дорогие планки с частотами выше 4 ГГц радиаторами с подсветкой мы не будем. И тут причина не только в деньгах. Core i3 вообще не поддерживает разгон, а Ryzen 3 в любом случае выше 3200 скорее всего не прыгнет. Как итог, берем стандартные зеленые плашки Crucial по 4 Гб, которые стоят около 1700 рублей за штуку. Разумеется, если вы планируете не только играть или же не любите закрывать программы перед запуском игры и готовы за это заплатить, можно взять сразу 2 планки Crucial по 8 Гб, что обойдется вам примерно в 7000 рублей. А мы переходим к видеокарте. Кажется, в стане вечных LGA 775 и AMD FX прибавление. Видеокарта AMD Radeon RX 570 радует людей высоким FPS в Full HD уже далеко не первый год, и уходить на пенсию она не собирается. Правда, спасибо курсу доллара, она стоит сейчас почти так же, как и на старте. За качественную версию от Sapphire просят почти 13000 рублей. И да, это решение с 4 Гб видеопамяти, а не с 8 Гб. И проблема в том, что падать ниже уже некуда. Да, существует GTX 1650, которая худо-бедно тянет современные игры в Full HD, только вот стоит она всего на 500 рублей дешевле при разнице в производительности до 15%. Конечно, стоит понимать, что RX 570 уже далеко не топ и даже и не средний уровень, и что 4 Гб видеопамяти уже минимум для комфортного гейминга в 1080p. Но все еще эта видеокарта, уходящая корнями в 2016-й, способна тянуть современные AAA-проекты как минимум на средних, а временами и на высоких настройках графики. Собственно, поэтому мы ее и берем. Если вам этого мало и вы готовы доплатить, можно обратить внимание на Nvidia GTX 1660. Так, версия от Palit на 6 Гб обойдется вам в 17 тысяч рублей. Она на 20-25% быстрее RX 570, да и 6 Гб видеопамяти уже сложно назвать лишними. В итоге такая видеокарта абсолютно комфортно чувствует себя в Full HD, и в некоторых новинках вы можете порадовать себя даже ультра-настройками графики. Блок питания FSP. Привет, давно не виделись. Да, FSP ITX 500 PNR. Раньше за 3 тысячи рублей или чуть дороже можно было взять какой-нибудь BeQuiet, абсолютно другого уровня, но теперь только старый добрый PNR на 500 Вт. Да, он, возможно, будет немного шуметь, но зато честно свои 500 Вт выдаст. Да и базовая защита у него есть. Короче говоря, это наш клиент. Ну и в заключении корпус. Как вы уже, скорее всего, поняли, мы пытаемся умно сэкономить практически на всем. Так вот, всякие стекла, RGB-подсветка и прочая мишура не для нашей сборки. Имеете опыт резки металла? Чудесно. Сэкономите пару тысяч рублей на корпусе, и заодно с пользой проведете еще один день карантина. Ну а для всех других пойдет самый дешевый корпус, который вообще можно найти. У нас платы стандарта M ATX, так что они точно влезут. Кулеры вообще боксовые, да и видеокарта не длинная. Короче говоря, проблем с подборкой корпуса не будет. Вот нашелся какой-то дешевый корпус за 1300 рублей. Всего пару месяцев назад этот ноунейм стоил дешевле тысячи. Качество? Ну если не дышать, стенки гнуться не будут. Короче говоря, в любом случае это лучше, чем собирать систему в коробке из-под материнки. В итоге базовая сборка на Intel вышла чуть дороже 35 тысяч рублей. На AMD на тысячу дешевле. Но при этом первая будет лучше на данный момент, обеспечивая более высокий фпс в играх. У сборки же на Ryzen лучший потенциал для апгрейда. И тут уже вам решать, что для вас важнее. В комментариях напишите сборку под какой бюджет вы бы хотели увидеть в следующем видео. Не забывайте поставить лайк, это лучшая оценка для нашей работы. У микрофона был Михаил Крошин. Не болейте. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин